Благодарю вас, уважаемый Арей Владимирович, уважаемые коллеги. Этот доклад мы посвятим именно практической стороне организации работы детского уровня нефрологического центра. Можно называть и нефрологический уровень, и примерно одинаковое количество больных. Если говорить о принципах работы во всех здравоохранениях в Москве, то вот трехуровневая система подобного рода, это, видимо, то самое, наверное, к чему нужно стремиться. Я не думаю, что это идеальная модель, но все-таки она помогает очень хорошо на первом этапе педиатрам разобраться каким-то образом с ребенком, понять, что это не их заболевание, отправить за подразделение второго уровня, к которому относится окружной КДЦ, консультативно-диагностический центр, который есть в каждой крупной московской детской больнице. И оттуда уже больной постепенно перейдет по каким-то определенным показаниям в наш консультативно-диагностический центр, инфилатская больница, а именно в уронепрологический центр. Ну и уже последний по показаниям это стационарное лечение. Это своего рода модель, стационар замечающих технологий, которые мы пытались смотреть еще лет 10 назад на базе нашего КДЦ. К сожалению, это не удалось сделать. Здесь есть ряд серьезнейших причин, на которых вы прекрасно понимаете. Это система ОМС, которая не позволяет нам работать так, как требует этого логика. И логика мировой детской урологии, поскольку ненасыщаемость МЭС, то есть медицинские экономические стандарты в стационаре, если мы перетянем больных в амбулаторное звено, это является очень серьезным блоком в реализации программы стационарно-замещающих технологий. Если говорить о тех заболеваниях, которые проходят через наш нефроцентр, это где-то 15-17 тысяч больных всего. Из них где-то около 7-8 тысяч первичных больных. Это Москва, Подмосковье, Россия. Другие стационары. Ну и так далее, и так далее. Как видите, спектр заболеваний, ну в принципе это вся детская урология, андрология. И в том числе огромный компонент, это нефрологические больные. Таким образом устроен наш городской нефроцентр, что урологи работают постоянно в контакте с нефрологами. Я считаю, это самый главный момент в нашей деятельности, поскольку именно он, наверное, как-то обеспечивает некоторую гармонию в нашей работе. Ну, по нозологическим формам вы видите, что практически половину больных, из первичных больных, это больные с нейрогенодисфункцией мочевого пузыря, с пузырным отчисточниковым рефлюксом и гидронефрозом. Это абсолютная большая часть больных. Причем по последним нашим наблюдениям, тоже лет 10, наверное, мы практически перестали оперировать больных на ранних этапах гидронефрозом, я имею в виду новорожденных детей. Это как-то такая своеобразная форма биоэктазии 1-2, которая может наблюдаться длительное время. И не требует срочного оперативного вмешательства у такого больного в периоде новорожденности. Но это общая тенденция, постепенный отход и, так сказать, реструктуризация показаний к оперативному лечению у детей с гидронефрозом, в том числе и с рефлюксом. В диагностический комплекс ходит достаточно много разнообразных методов исследования, которые мы можем позволить на базе нашего ПДЦ. Есть практически все, кроме стандартных рутинных методов исследования, юродинамических, есть полный биохимический спектр, как исследований крови, так и мочи, литосистема и так далее. Суть работы подобного комплекса в том, что педиатр, обратив внимание, что у ребенка есть температура, пусть это будет субфибрилитет, который не вкладывается в клинику репературного заболевания, и выяснив, что у ребенка есть признаки мочевого синдрома, либо наличие пиоэктазии, направляет ребенка к нам. И вот тут, конечно, некая схема начинает работать, и по этой схеме мы должны разобраться, что же происходит с ребенком. Если транзиторный мочевой синдром, несмотря на лечение, у ребенка сохраняется, уже применяются соответствующие рентген-урологические методы обследования, которые все более и более усложняются, но все это происходит на догоспитальном этапе, то есть амбулаторном. Ну, к этим методам относятся, в общем, понятно, ультразвуковые методы исследования кровотока в почках и размеры почечной паренхимы, обязательно диагностика мочевых выбросов, которая может почти напрямую говорить о возможном существовании рефлюкса, ну и, естественно, это ультразвуковое исследование мочевого пузыря в разных фазах, когда можно найти этот самый рефлюкс у ребенка, заподозрить во всяком случае. Дальше, ну, из вариантов инструктивной хоропатии здесь представлены наиболее серьезные, мегуропер-гидронепроз, то, что мы выявляем амбулаторно. Одним из серьезных методов, которые используются, широко, это метод изотоптного исследования, в данном случае представленная статическая нефроцинтиграфия, у ребенка, возможно, требуется невропатией. К лечебным мероприятиям. Понятно, что любой ребенок, у которого диагностированный рефлюкс, пузырномочисточек начинает получать какие-то варианты лечения. В детской урологии разработаны такие стандарты, которые предусматривают восстановление уродинами нижних мочевых путей, коррекцию мочевого синдрома и так далее, и так далее, и общего гемиостазового ребенка. И на каком-то этапе, через 2-3 года после постановки первичного диагноза, такой ребенок у нас проводит амбулаторная коррекция рефлюкса. Без госпитализации в стационар, я считаю, то это очень неплохой вариант лечения ребенка не требует лечения. Один из вариантов в стационаре замечающей технологии. Но есть случаи, конечно, когда рефлюкс сложно устранить, особенно вторичный рефлюкс. И когда не устраняется явление дитрузно-сфирно-дисинтерной диссинергии. В таких случаях, конечно, требуется госпитализация ребенка в стационаре. Поэтому, так сказать, ну, в общем, эта схема работает. Ну, дальше. Показания к эндоскопической коррекции рефлюкса, они понятны. Персистировающий мочевой синдром. Признаки развивающейся рефлюкса нефропатии, хотя сама по себе рефлюкса нефропатии, не имеет хронологического какой-то зависимости или зависимости от степени рефлюкса. У детей с первой степени бывает очень серьезная гипоплазия почки с падением, прогрессирующим падением функций. И у подростка 14 лет может быть минимальная первая-вторая степень рефлюкса, но прекрасная почка и при пятой степени. По нашей статистике, за последних три года прошло всего 173 ребенка, 274 мочесточника, которым была проведена амбулаторная коррекция рефлюкса. Устранение рефлюкса, это 148 детей, 85 процентов. Это соответствует общемировым цифрам устранения рефлюкса после первичной эндоскопической манипуляции. И потребовало оперативного лечения всего 9 детей и повторного ведения объема образующих препаратов где-то около 30 детей. В раннем возрасте мы стараемся использовать келоген, он наименее аллергичен как препарат и в общем-то более пластичен. И где-то в возрасте от годика мы производим эндоскопическую коррекцию рефлюкса именно келогену. В более старшем возрасте мы применяем препарат Вандрис, препарат из фирмы Кромедон, с очень неплохими качествами и свойствами, которые позволяют, в общем-то, до 95 процентов эффективности после первичной эндоскопической коррекции. Ну, посчитали ученые из Швеции, что, естественно, эндоскопическая коррекция намного дешевле, чем госпитализация ребенка в стационар и хирургическое лечение открытым методом. Очень важно, говоря о детях с пузырно-мочисточковой рефлюксой, поскольку это подавляющее большинство серьезных патологических больных, которые проходят через нас, это, естественно, комплексная терапия и рептус-невропатия. До 25 процентов детей, в принципе, носители уже патологически измененной почки, поскольку из эмбриогенов здесь известно, что растущий мочисточник всегда вызывает ленинг дисплазии почки. Ребенок рождается, идут какие-то процессы, восстанавливается, уродинамика уже здесь у нас не в проценте, но вот лечение рефлюкс-невропатии, это очень серьезная вещь, она требует такого серьезного подхода. И есть ряд моментов, которые просто нужно помнить, ну, прогностически неблагоприятные критерии, когда ребенок родился, и в ближайшие 2-3 суток после рождения у него в течение суток не было мочи, анурея, либо олиговорея. Это параграфически не очень хорошо, гибнут нефроны. Длительная протеинерия, соотношение ленинг-мочи-креатидин-мочи больше 0,6. Лечение рефлюкс-невропатии. Вот таких детей проводится самыми разнообразными, так сказать, средствами и возможностями нашей больницы, во всяком случае гипербарическая оксигенация, ингибиторы. АПЭХ, это я уже говорю, в условиях восстановленной уродинамики. Различные виды метаболитной терапии, антигипоксанной, реокорректоры. Ну, этот комплекс мы осуществляем амбулаторно, этим дети, они наблюдаются достаточно серьезно. Теперь разрешите перейти к проблеме детской андрологии. Здесь есть несколько моментов, на которые я бы хотел обратить внимание. Дело в том, что термин предиктори репродуктивных расстройств в детском возрасте, вы все прекрасно знаете, в свое время ввел Дмитрий Игоревич Тарусин, и я считаю, правильно и хорошо, потому что на этот вопрос очень мало обращают внимания. Особенно педиатрическое звено. Есть заболевания, о которых просто нужно помнить. Патология крайней плоти, до 40% возраста у детей до 6 лет. Патологии вагинального отростка брюшина и пакова, грыжа, гидроцелия, крипторхизм и прочее. Они также могут так или иначе привести к патологии к репродуктивным расстройствам, крипторхизм. Вот у детей младшего школьного возраста чаще мы встречаем вот такие варианты заболеваний, как, опять же, патология крайней плоти, патология вагинального отростка брюшины, воспалительные заболевания крайней плоти в виде баланопастита и других, так сказать, заболеваний. Здесь очень важна профилактическая работа с педиатрами, потому что очень часто приходят дети с тяжелейшими, об этом, я думаю, говорил и профессор Рудин не раз, с тяжелейшими рубцовыми фемозами, которые развились хитрогенно, потому что детям с физиологическим фемозом в очень раннем возрасте, до бодика, попытались открывать головку и так далее, и так далее. Это вроде бы мелочь, но эта мелочь так или иначе сказывается на здоровье детей, и мы уже имеем вторичные осложнения таких заболеваний. Очень важный момент, на котором я хочу остановиться, это орхопедидимид у детей. Как вы знаете, орхопедидимидов у детей практически не бывает. Это все заболевания связанные либо с перекрутом яичка, либо с некрозом гидротиды марганьи, либо с некрозом придатка яичка. Это очень важные вещи, и, к сожалению, вынуждены констатировать, что очень часто к нам приезжают дети после осмотра взрослых урологов, которых лечили неделю-две, ну, такой, консервативной терапией, потом мы вынуждены были идти на ревизию и видеть не очень приятные вещи, такие как перекрут яичка, некроз гидротиды марганьи, ну и так далее. Поэтому единым законом в детской хирургии, в детской урологии, является синдром острого заболевания яичка, прямое показание к оперативному лечению ревизии раны, ревизии мошонки. В арикацеле заболевания характерны для более старшего возраста, препубертат и пубертат. Таких детей огромное количество. Могу сказать, что где-то из 20 детей только один идет в операционную. Наблюдение за такими детьми проводится 2-3 года. Надо и больше смотрим таких детей. Основными принципами, которые позволяют нам консервативно наблюдать ребенка, не находя показаний к операции, это исследование периферического артериального оттока в яичке. Вы видите, в данном случае он резко ослаблен. И наличие нагрузочных проб, которые позволяют отдифференцировать тяжесть и степень данного арикацеля. Кроме этого, достаточно часто детей более старшего возраста, мы, ну дети в нашей сфере, которая находится, это где-то от 15 до 18 лет, мы видим такие изменения, как простатит, сперматоцели, вторичные уже изменения при простатите, склеротические изменения в простите. На сегодняшний день наши врачи в утрозвуках очень неплохо смотрят простоту через надлонным доступом и с определенными условиями. И если анализировать ту микроскопическую клинику у ребенка с простатитом, то такой диагноз поставить можно, особенно если делать, если еще уретроскопию, цисту уретроскопии, естественно, под наркозом. Таких больных много, и поскольку эти заболевания напрямую связаны с репродуктивным здоровьем мальчиков, мы имеем, ну, так сказать, большое внимание уделяем таким больным. Кроме этого, одна из самых тяжелых групп заболеваний, которые, в принципе, конечно, вызывают выраженные репродуктивные расстройства, это гипосподия. Их очень много, форм гипосподии, чаще всего, случаются передние, в данном случае тяжелые, задняя форма, пеноскратальная гипосподия. Конечно, это заболевание требует очень большого внимания урологов. И вот на догоспитальном этапе, то есть у нас в уровне внефрологическом центре, такие дети проходят полный курс обследования, вернее, полный, так сказать, цикл обследования и предоперационной подготовки, если такая, ребенок такой нуждается. Особенно больные с 5-альфа-редуктазом достаточно. Один из вариантов лечения таких детей, это местные аппликации гелем-дегидротестостерона. В течение где-то двух недель, когда ребенок, вы знаете, что по современным требованиям к лечению оперативных таких детей, оптимальные сроки лечения от года полутора и до двух-трех лет, именно в этом раннем возрасте уже скоррегировать эту гипосподию, создав артифициальную урету. И вот подготовка таких больных к оперативному лечению, это уже проводится у нас внефроцентре. Недержание мочи – серьезнейшая проблема, с которой мы сталкиваемся ежедневно в разных вариантах. У детей это, честно говоря, встречается невероятно часто. Мальчики болеют гораздо чаще, чем девочки, в 2-3 раза чаще. И вот здесь очень важно, именно на нашем этапе, на этапе уровня нефрологического центра, городского КДЦ, определиться, что же это за форма недержания мочи. Поскольку я не открою секреты, бывают вот самые разнообразные формы, первичные, моносимптомный НУРЭС, немоносимптомный НУРЭС и так далее. Ну, дезурия или функциональное нарушение мочеиспускания, связанное с какими-то пороками развития, и с чем угодно. Здесь нужно просто разобраться с таким ребенком. И это позволяет то оборудование, которое есть в нашем нефроцентре, разобраться, выяснить форму недержания мочи и провести соответствующее лечение. Таких больных очень много, вы уже видели, примерно одна четверть больных, которые приходят к нам на обследование и лечение по поводу недержания мочи. Здесь есть своя специфика, свои алгоритмы, свой специальный, как бы, план обследования таких детей. Отступать от этого плана нельзя. Начинается все с исследования ритма мочеиспускания, затем просто физикальные данные, и затем более серьезные методы исследования, такие как уродинамические. Поскольку урофилометрия это урофилометрия, а вот разоградная ацетометрия, профилометрия и уретры, это уже инвазивные методы, так сказать, и все эти методы включаются в ходе обследования ребенка. Можно выявлять в помощи этих методов исследования гиперактивный мочевой пузырь с высоким внутрипузырным давлением, гипоактивный мочевой пузырь, профилограмма, снижение скорости мочеиспускания, ну и другие разнообразные варианты, которые существуют. По поводу лечения, по поводу лечения таких больных, есть ряд тоже принципов, как нужно подходить к такому больному, если вы поставили диагноз. Смотри, какой диагноз. Если вы имеете дело с первичным, моносимптомным ночным инурезом, лечения назначается с бостерами. Ну и естественно, уротерапия, это какие-то навыки для ребенка и какая-то информация для родителей. Затем шаг за шагом физиотерапия, возможно, будет алярмотерапия. И вот если вот эти простые, довольно в реализации методы, помощи таким больным не дают эффект, тогда мы постепенно переходим в фармакотерапию. И вы знаете, есть препараты, которые довольно хорошо позволяют бороться с инурезом, ну в частности, минерин. По поводу бостерапии, здесь, в общем-то, она не нуждается в комментариях. Метод доказал свою важность и необходимость в детском возрасте, да и в взрослом тоже. Дети учатся управлять тазовым дном. Есть такие варианты заболеваний, как детрузно-свертанная диссинергия, постоянный спазм наружного сфинтераурета, высокий тонус тазового дна и приходится с такими больными немножечко заниматься. Вот тут бостерапия, она довольно неплохой эффект дает. Все современные виды физиотерапии, которые существуют, они в принципе реализуются на базе нашего уровня процента, поскольку нам повезло, то мы работаем рядом с Майликсом Нахан, главный физиотерапевт города Москвы. Ну, базовая терапия, фармакотерапия, здесь представлены гиперактивные мочевые пузыри, естественные мхалинолитики, различные варианты гипорефлекторного мочевого пузыря, возможно, и это альфа-адреноблокаторы, которые применяются. По чуть-чуть, под тщательным контролем, но мы применяем препараты типа Дальфаза у таких детей. Ну, и промежуточные формы, конечно, там они более сложные, они требуют большого внимания, особенно недержание мочи при смехе, которое международно в классификации. Недержание мочи выделено в отдельную форму и требует довольно больших усилий урологам. Самую тяжелую форму детей с недержанием мочи представляют больные с синдромом милодисплазии. Самых разнообразных вариантов и скрытые формы, и открытые формы, в Менинграде и Полоцелии. С такими больными приходится заниматься десятилетиями, включая полный комплекс, который положен. К сожалению, если мы говорим о московских больных, то это реализуемо в какой-то степени. Если это больные, приезжают из других городов России, это гораздо сложнее. Гораздо сложнее. И последнее, о чем бы я хотел немножко поговорить, это инфекция мочевых путей. Встречается довольно часто. Иногда инфекция мочевых путей называется на более ранних этапах педиатрами цистит. Нет, не совсем так. У ребенка, в принципе, может развиваться недавно замеченная связь. Все может развиваться с гиперактивного мочевого пузыря. Клиника ГАМА, они инфестируют, малый объем полакеурия, транзитурные неудержания мочи. И вот на этом фоне как раз и очень легко присоединяется инфекционный процесс, особенно у девочек. Чаще всего у девочек. И вот они поступают к нам на лечение. Здесь, в принципе, стандартные процедуры, они здесь показаны, которые позволяют нам поставить диагноз и уже проводить терапию циститов. Могу сразу сказать, что когда-то лет 15 назад, когда меня попросили возглавить этот уровень укрологический центр, я был поражен огромным количеством этих циститов, которые, бактериальные циститы, которые есть, в общем-то, ходят по Москве. Никогда не ожидал, что столько много детей болеет этим заболеванием. К сожалению, это так. И причем часто приходят настолько запущенные формы, что приходится, в общем, вплоть до, извините, до уровоксом, включать какие-то методики серьезные лечения. Ну, а принципы антибактериальной и других видов терапии, они, в общем-то, везде одинаковые. Что мне хочется подчеркнуть в конце доклада, что вот работа нашего уровень укрологического центра удалось интегрировать вот целую группу врачей в эту работу. Это кроме урологов, нефрологов и гинекологов, которые у нас есть, это работа невропатологов, физиотерапевтов, врачей функциональной диагностики, врачей гипербарической оксигенации. И вот, мне кажется, благодаря именно такому, ну, не скажу, идеальному, но близко гармоничному набору докторов и аппаратуры удалось как-то нам вот создать некую модель, которая, мне кажется, почти отвечает вопросам той самой пресловутой стационар, замечающей помощи детям. Спасибо.